Сегодняшняя наша тема называется «Самый щедрый человек». Вообще, почему я решил рассказать об этом? Я недавно слышал, один брат меня спрашивал, говорит, брат, что мне сделать, чтобы стать щедрым? Чтобы не сомневаться в проявлении своей щедрости? Конечно, про сомнение своей щедрости, то есть имеется в виду, когда человек какую-то благотворительность делает, он потом начинает в этом сомневаться. Мы про это, иншалла, поговорим еще, снимем другой ролик. Но, однако, про саму щедрость, как стать щедрым? Есть такой рассказ. Однажды один учебный рассказывает, что я, говорит, был на каком-то судне, который переходил какую-то реку. И, говорит, на этом судне я увидел мальчика, молодого мальчика, который, видимо, был рабом. Но с ним была собачка его, собачка, и он вот так, у него на руках кусочки мяса, которые он пожарил, и несколько кусочек. И он одну кушает, и видит, какая-то собака стоит перед ним, вот эта собачка, и она на него так смотрит, когда с желанием типа тоже. И он, говорит, одну кидает ей. Потом одну кушает, собака пока доела, он кидает ей. И, получается, у него и так-то мало еды было, и, говорит, он проявил щедрость к творению Аллаха, то, что вот это животное. И, говорит, он, когда поделился этим, я посмотрел на него, говорит, я очень был впечатлен в щедрости мальчика. Он сам раб, нуждающийся, голодный. И делится с собакой. То есть, получается, делится со своей едой. И, говорит, я сказал, я проявлю щедрость, стану щедрее, чем этот человек, этот мальчик. Когда мы, говорит, вышли из судна, говорит, я подошел к нему, я сказал, мальчик, расскажи про меня, про себя, ну, кто ты? И, говорит, он мне, говорит, я раб, и я смотрю за садом одного богатого человека. То есть, есть какой-то богатый человек, я смотрю за его садом, огромный сад финиковый, и я за этим садом смотрю. Тогда он сказал, отвези меня к своему хозяину. То есть, он говорит, отвези меня к своему хозяину, и ведет к его хозяину, и говорит, я хочу выкупить этого раба и сад, за которым он ухаживает. Сколько бы это ни стало. Ну, представьте себе, это огромные деньги были тогда. Он выкупает сад и раба, и говорит, рабу, ты свободен, а этот сад принадлежит тебе. И этот так стоит, этот раб говорит, я свободен, а этот сад принадлежит мне. Говорит, да. Тогда раб говорит, Аллах мне дал два блага сегодня. То есть, Аллах проявил мне две щедрости. Освободил меня от рабства и дал мне такое огромное имущество. Я одно должен поделиться на пути Аллаха. Этот сад принадлежит исламу мусульманам. Я его жертвую на пути Аллаха. Все нуждающиеся могут кушать с этого сада, финики, то есть. А что касается моей свободы, пусть моя свобода мне останется. Тогда этот богатый человек говорит, я сам себе сказал, что я никогда не смогу стать щедрее, чем этот мальчик. Аби Хатим, рахимахуллах, ученый был такой. Однажды, говорит, я со своими друзьями навестили одного мальчика, который был молодым мальчиком, у которого у него были несколько овец. Маленьких овец, говорит, когда мы пришли к нему домой, он угостил нас щедростью. То есть, он проявил это, зарезал этого овца и приготовил красивое мясо. Мы покушали. И, говорит, потом мы, я сказал, как же ты красиво приготовил, как вкусно ты приготовил. И от того, что я ему похвалил его еду, и он увидел, что мне понравилось, нам не хватило этой еды, и он пошел, зарезал еще, еще принес, еще принес. Потом, говорит, когда мы вышли из дома, мы увидели, что он зарезал всех овец, то есть двое или трое, четверо, сколько у него было, всех зарезал и накормил этим людей, которые к нему пришли в гости. И, говорит, я сказал, как ты это, зачем ты это сделал, то есть, ты отдал все, у тебя ничего не осталось. И, говорит, он сказал, где ты видел, чтобы в традициях арабов не было проявлений щедрости, когда у него просят, то есть, я буду отдавать, пока у меня есть. Потом у него спрашивает, а ты ему что-то дал? Он говорит, да, я ему дал 300 верблюдов. Говорит, а, ну ты же щедрее, получается, чем он. Говорит, нет, поистине я отдал чуть маленькую часть из моего богатства ему, а он отдал все, что у него было. То есть, человек щедрый, какой он? Он тот, который отдает все. Вот это максимальность щедрости. Пример Абу Бакра и Умара. Умар говорит, я сказал себе, я сегодня обязательно догоню Умара, Абу Бакра и стану более щедрее, чем он. Я, говорит, пошел, половина все, что у меня было, с дома, говорит, принес, отдал пророку. Я когда принес, я увидел, что Абу Бакр принес все свое богатство, отдал. И это щедрое качество, которое любит Всевышний Аллах. Пусть Всевышний Аллах, субхану анатоле, поможет нам стать щедрыми. На пути Аллаха. Теперь вернемся к вопросу этого брата, который говорит, «Как сделать так, чтобы стать щедрым?» Ты должен понимать, что все, что твое, оно от Аллаха. Аллах тебе дал. Как этот мальчик сказал? Аллах мне дал два блага, я одним поделюсь на его пути. Это минимальное, что ты можешь сделать. Это не твое. Аллах тебе дал какую-то часть имущества. Ты знаешь, что это Аллах тебе дал, и ты должен отдать на пути Аллаха. И тогда ты знаешь, что это от Аллаха пришло. Если ты отдашь Аллаху, Аллах еще двойнее, 10 раз, 100 раз, миллион раз возместит тебя. А если ты не будешь отдавать, то Аллах, субхану анатоле, все равно ее у тебя отнимет. Она же не твое, не вечно. Вот так, брат, занимайся над собой. То есть говори самому себе, если это мне не принадлежит, если Аллах мне дал, если я буду жертвовать на пути Аллаха, она вернется мне больше. А еще огромной мотивацией в этом вопросе является хадис Аиши. Аиша, рада Аллаху, однажды они с пророком зарезали какую-то барашку, и пророк ушел на намаз. Пока он пришел, Аиша раздала всю барашку, то есть всю массу. Аиша была тоже щедрой. То есть она пророку училась, рада Аллаху, раздала все, и оставила только голень барашки, потому что пророк Саусам любил. Когда пророк Саусам пришел и сказал, что осталось от барашки, она сказала, что голень не осталась. Тогда пророк Саусам сказал, нет, скажи, все осталось, кроме голени. Поистине, все, что мы пожертвовали на пути Аллаха, она перед Аллахом останется, Аллах за нее нас вознаградит. А все, что мы съели, оно ушло. То есть то, что ты съел, оно ушло, оно не даст тебе пользу. Ты забудешь, то есть через некоторое время ты опять проголодаешься. А все, что ты отдал на пути Аллаха, Аллах ее сохранит. И она тебе вернется много-много-много кратно сверху. Аллаху алим.